5 рекомендаций родителям, как убедить ребенка сказать правду, когда это необходимо. Любые родители так или иначе сталкиваются с тем, что ребенок говорит неправду. И это нормально, ведь так дети развивают свою фантазию и, как ни странно, социализируются. Но что делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок мог попасть в опасную ситуацию, когда ложь может навредить? Его травят в школе, кто-то пристает, учитель сделал что-то плохое и запретил говорить, подрался с кем-то и скрывает. Как помочь ребенку не обманывать и рассказать вам правду? Сегодня я расскажу вам, как помочь ребенку не обманывать, а войти в доверие к родителям. Первое. Аккуратно подбирайте слова. Постарайтесь не реагировать на поведение ребенка негативно, криком, угрозами и наказаниями. Вы выпустите пар, но своим поведением вызовите страх у вашего ребенка. Следите за своим тоном и старайтесь не употреблять обвинительных слов. Украл, сорвал, разочаровал. Подумайте вместе, как можно исправить поступок. Пусть ребенок сам найдет выход из ситуации под вашим чутким руководством. Дайте ему понять, что, несмотря на то, что он обманул, вы все равно остаетесь семьей и вы вместе. Второе. Ослабление страхов. Главная причина нежелания признаться в своих действиях – это страх. Страх быть ненаказанным, непонятным, пристыженным. Разочаровать близкого человека или вызвать у него негативные эмоции и реакции. Помогите вашему ребенку преодолеть этот страх. Покажите ему, что в случае необходимости вы можете его защитить, поддержать морально. Настройте ребенка на доверительный тон. К примеру, скажите, если ты расскажешь, что случилось, то я об этом буду знать только я. Или убедите его, если он скажет правду, то его не будет ждать наказания. Я не буду на тебя злиться, я обязательно пойму. Третье. Позвольте ребенку сохранить лицо. Не нужно задавать вопросы, на которые вы уже знаете ответ. Например, вместо угрожающего ты сделал уроки, попробуйте спросить, когда ты собираешься закончить делать уроки. Если ребенок действительно еще не сделал домашнее задание, он сможет сохранить лицо и рассказать вам свой план, вместо того, чтобы выдумать неправду. Четвертое. Покажите, что вы на его стороне. Все тот же страх, но с другой стороны, боязнь и наказание как такового. А ваши эмоциональные реакции – осуждение, разочарование, непонимание. Проявите самочувствие. Покажите, что понимаете или пытаетесь понять ребенка. Если он скажет вам правду, допустим, вы заметили, что ваш сын прогуливает уроки, вы могли бы начать разговор об этом так. Ты, конечно, будешь отрицать тот факт, что ты прогуливаешь, но я прекрасно тебя понимаю. Дайте ребенку понять, что если он вам откроется, то ничего страшного не произойдет. Мы боимся сказать правду, ожидая наказания или негативной реакции. Но если у вас получится показать, что последствия будут не таким ужасными, как ожидает ваш ребенок, то он вам доверится. Пятое. Оцените честность по достоинству. Мама, папа, я сейчас кое-что расскажу, только не ругайтесь. Когда вы слышите такую фразу, внутри прямо все съеживаться в ожидании чего-то негативного. Прежде чем агрессивно реагировать на сказанное, осознайте, что ребенок, понимая, что совершил поступок, и его может ожидать наказания, все же сказал вам правду. Это важно. И это следует поощрять. Скажите ребенку, что цените его искренность и поможете исправить последствия его поступка. Часто ребенок сначала обманывает, а позже решает рассказать правду. Родители же вместо того, чтобы оценить признание ребенка, делают акцент все равно на том, что он соврал. Ребенок делает вывод. Нет разницы в том, вру или говорю правду. Меня в любом случае наказывает. Чтобы ребенок понимал, что важно говорить правду и что признание в своих ошибках не приведет к наказанию. Надо оценивать и поощрять его честность. Я искренне надеюсь, что мои рекомендации помогут вам стать со своими детьми еще ближе и достигнуть взаимопонимания, невзирая на ситуацию.